Третий миф про скорочтение состоит в том, что скорочтение это в сущности избавление от артикуляции, от проговаривания. Вообще вот артикуляция это такой камень преткновения всех людей, которые интересуются скорочтением, потому что вот это значит тот вопрос, который поделил всех на два лагеря. Один лагерь говорит, что скорочтение это в основном это уйти от артикуляции и все на этом счастье случится. Вторая часть значит говорит о том, что в общем ну как бы можно без этого и обойтись. Но миф звучит назначен таким образом, что скорочтение это то же самое, что просто избавление от проговаривания. Какова природа этого мифа? Она в общем понятна, действительно есть такая методика, которая пришла в Россию тоже там в начале 80-х годов. И логика тут следующая. Как мы помним, нас учили изначально читать вслух, и мы научились читать вслух довольно прилично. Мы там в школе в первом-втором классе читали вслух на время и были вынуждены в нормативы укладываться. Потом в какой-то момент нам понадобилось учиться читать про себя. Никакого другого способа в школе не показали, как читать про себя, поэтому мы читали про себя так же, как читали вслух. То есть проговаривая слова, только не проговаривая их голосом. Более того, есть даже преподаватели, которые предлагают в качестве промежуточного перехода проговаривать шепотом слова. То есть не говорить, а проговаривать шепотом. А потом и вовсе не проговаривать. То есть ртом не делать это, не издавать звуков. Но сама по себе артикуляция, то есть проговаривание, оно остается. И казалось бы, если убрать эту артикуляцию, то глазами и мозгом мы можем читать гораздо быстрее. То есть убираем артикуляцию и начинаем читать с страшной силой быстро, эффективно, все понимать и очень хорошо. Все было бы так и прям ура, если бы это так работало, но это так не работает. И причина тут очень простая. Во-первых, я вот сейчас сказал про проговаривание. Некоторые люди наверняка по ту сторону камеры сказали, да ладно, ничего мы не проговариваем. Никогда мы не замечали, что мы что-то проговариваем. Так вот вы проговариваете. Если вы специально не учились не проговаривать, то вы проговариваете. Потому что эволюционно этот способ таков. Мы нас так учили, мы так научились. Да, мы сейчас не делаем масштабных движений нижней челюстью и не издаем никаких звуков. Но микроартикуляция, она все равно есть. И она все равно нас тормозит. Но вот тот факт, что нам очень трудно это отследить, говорит о том, что для того, чтобы научиться подавлять артикуляцию, надо обладать очень высоким уровнем самоконтроля, чтобы заметить, что вы вообще проговариваете это. А если это трудно заметить, то как с этим бороться? Довольно трудно. А кроме того, этот способ требует очень сильно поставленного внимания. Потому что надо все время удерживать фокус на том, что как я сейчас читаю, я проговариваю или не проговариваю. Есть всякие разные упражнения, которые немножко помогают это делать. Но эта помощь такая вот действительно немножко. То есть она концептуально проблему не решает. И это приводит к тому, что эффективность этой методики, по моим наблюдениям, и тут мои коллеги, которые работают в адвансе, они со мной согласны, не стопроцентная, мягко скажем. Вот мой опыт говорит о следующем, что примерно 25% людей, 25% в принципе не могут воспользоваться этой методикой. Им трудно удержать внимание, им трудно удерживать вот этот самый контроль. Они особенно, когда читают художественный текст, они увлекаются текстом, и им не удержать вот этот локус на проговаривании. Или когда они читают технический текст, им тоже трудно, потому что там термины, и им как-то трудновато удерживать внимание и на понимании терминов, и на том проговариваю, я сейчас или не проговариваю. Есть большая проблема с этим. Более того, примерно 50% людей, которые осваивают эту методику, получают не тот эффект, который хотят. Эффективность ее оказывается для них довольно низкой, потому что в силу довольно ограниченного количества мотивации, кто смотрел наши другие вебинары, понимают, что мы мотивацию имеем как количественную величину, и рассматриваем ее как количественную величину. Люди бросают этот способ, бросают эту методику. Она требует очень длительной работы, потому что, напоминаю, мы там по 30 лет читаем с проговариванием, и чтобы переучиться, нам нужно потратить много энергии и много времени. И 20-40, от 20 до 40% имеют эффект от этой методики. Тут большой вопрос, от чего они имеют эффект? От того, что они столько времени тренировали свое внимание, или от того, что сработала методика? Я склонен считать, я вряд ли ошибусь в том, что я переоцениваю влияние внимания на скорочтение, я склонен считать, что изрядный эффект от этой методики обусловлен тем, что скорее мы очень долго тренируем внимание и самоконтроль. Мы приучаемся не отвлекаться, мы приучаемся задавать себе вопрос, как мы читаем, и как следствие мы считаем быстрее. Что из этого от тренировки внимания, что из этого от тренировки, от действия методики, довольно трудно сказать, очень трудно провести тут какую-то грань. Поэтому наш принцип гласит следующее, что если у нас есть такая методика, цена у нее довольно высокая, мы довольно долго должны работать с этой артикуляцией, чтобы ее убрать, мы должны довольно много сил потратить на это. Это довольно тяжелая методика, она требует сосредоточения. А ценность ее довольно низкая, потому что не у всех, не на всех, и в общем не вполне тот эффект, который ожидается, получается, большое количество людей. То мы говорим «да» этой методике с точки зрения работы на индивидуальных каких-то форматах, и говорим «нет» этой методики для работы в группе. Мы бы хотели, чтобы у всех людей, которые у нас занимаются, был какой-то эффект, а не у 20% и то под большим вопросом. Что касается проговаривания, мы даже, более того, после некоторых исследований и изрядного количества споров включили в программу курса чтение вслух на скорость. Мы читаем вслух в единицу времени и стараемся отслеживать этот показатель тоже по двум причинам. Во-первых, это ускоряет проговаривание, а значит, ускоряет чтение про себя. А во-вторых, исследование Рюта Кавашина, кажется, называется имя этого автора, который опубликовал работу, она есть в книжных магазинах. Там приведена схема активности зоны мозга при выполнении различных работ. Так вот, мозг максимально включается при чтении вслух на время и при устном счете на время. Вот это две вещи, которые очень активно включают мозг. Мы это используем в качестве и такого разминочного запускающего упражнения. Резюмируем. Мы говорим про миф, который говорит о том, что скорочтение равно убиранию артикуляции. И в некотором смысле мы его развенчали, потому что нет, это не так. Есть и другие методики, которые гораздо более подходят по критериям цены и цасти, чем убирание артикуляции. Продолжение следует...